привет друзья сегодня мной с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег ребят вчера я выложил ролик что делать если ваша собака отвлекается на улице да и я даже не ожидал что столько вопросов по этому поводу возникнут комментарии замечания там и так далее что немножко я до конца не объяснил что собака мол у меня наученная и как бы некорректно показывать уже наученную собаку ну что я могу сделать собаку у меня наученная методику я вам объяснил то есть суть методики то в чем заключается заключается в базовых упражнениях по выдержке то есть что есть такое отвлечение собаки на раздражители да то есть это вот именно вот ваши вот посылы ваши побеги танк другим людям к велосипедистам другим собакам и так далее если с ваша собака не умеет правильно адекватно реагировать на раздражитель и сосредотачиваться на команде именно это и называется выдержка собственно говоря то она и будет у вас и отвлекаться и бегать и так далее здесь вступает правило такое наступает правило выполнения правила это обыкновенная как бы дрессировка любых абсолютно команд которые мы с вами начинаем делать то есть первое что мы начинаем делать это мы начинаем делать команду в привычной для собаки обстановке без раздражитель да то есть положили собаку посадили собаку отошли на метр на полтора на два собака выдержала мы подошли папа папа поощрили это я показывал неоднократно ссылки на ролики там я не знаю вы посмотрите я уже там 200 с чем-то роликов я уже и не помню честно говоря вот делали два метра сделали три метра потом сделали четыре места потом вообще вышли из комнаты то есть это делаете в квартире до без раздражителей потом по мере нарастания по мере нарастания вы делаете это уже с какими-то более привычными раздражителями то есть вы делаете это где-то на месте выгула например собаки да то есть собака конкретно знает эту вашу территорию она привычная для собаки то есть но все равно какие-то минимальные раздражители виде прохожих тогда они присутствуют вы делаете эту выдержку именно привычный более менее привычной обстановке для собаки но и постепенно вы увеличиваете количество и качество раздражителей то есть вот и ну в чем вы просто учите собаку сосредотачиваться на выполнении какой-то команды теперь почему я вам сказал что значит как бы нужно идти к проблеме они идти от проблемы то есть когда какая-то другая собака начинает где-то там гавкать бозлать там и так далее пробегать мимо ваша собака естественно по своему собственно говоря желанию разворачивается и хочет идти к той собаки для того чтобы там мы не знаю потребности разные мотивации разные у собак для того чтобы подраться там познакомиться поиграть там и так далее это может быть все что угодно и здесь вы должны если вы развернетесь уйдете собака у нее все равно желание останется ну здесь вы должны подойти к другому животному да но это по моему папа марта по моему по моей точки зрения как это делал я собственно говоря и вот здесь вот вот я собаки давал понять о том что если ты будешь обращать внимание на это животное то значит как бы я буду на тебя ругаться там ну или не получая не получать ты будешь поощрение если ты будешь смотреть на меня то и сосредотачиваться на мне да то есть например одернули поводок собака на вас посмотрела вы дали ей подкормку не посмотрела посмотрел на другую собаку вы одернули поводок собака опять на вас посмотрела вы дали ей подкормку то есть вы даете понять что смотреть на другую собаку это не очень хорошо а смотреть на вас обращать внимание на вас в этот момент это хорошо это вкусно но опять же у вас животное должно быть мотивировано и вы должны знать четко эту мотивацию то есть она должна быть у вас немного там голодная перед тем как вы будете это делать там либо не наигравшиеся животные да либо если она у вас социально мотивирована на своего владельца вы должны будете поощрять свою собаку вот ну либо делать это все в комплексе то есть вот в чем суть собственно говоря теперь что я делаю если собака у меня не выполняет выдержку дальше то есть после того как я вам наговорю очень много вот этих вот слов о которых вы меня попросили в комментариях значит я буду вам пошагово показывать ну я не виноват что у меня собака уже умеет это делать я делал это именно пошагово то есть смотрите сначала вы делаете собаку значит выдержку привычной еще раз повторюсь обстановке потом более менее привычной обстановке потом вы кого-то из своих знакомых или из прохожих или из людей которых ну я не знаю там соседи которые там могут пройти рядом по двору вы просите там например немножко по отвлекать вашу собаку если собака отвлекается то есть ходит с места вы просто подходите ее недовольным тоном ей говорите нет то есть мы же с вами говорили о том что вы вырабатываете маркер нет то есть любое нежелательное действие вы обозначаете каким-то определенным словом то есть например маркер нет да вы говорите нет и укладываете собаку до места. Если собака не отреагировала, вы подходите ее поощряете и заканчиваете это все командой гуляй. То есть собака на слабоне, вы все правильно сделаны. То есть понимаете, выработать условный рефлекс не так трудно. Вы при виде другой собаки можете выработать условный рефлекс, чтобы собака сама будет разворачиваться и уходить в другую сторону. Ну, почему я не применяю эту методику? Что я теперь за других собак должен менять свой маршрут? Нет, конечно. Поэтому мои собаки привыкли сосредотачиваться на мне. Вы тоже добиваетесь того, чтобы собака сосредотачивалась на вас, на выполнении команды. Значит, сейчас я отвечу по поводу охранной зоны. То есть у одного из подписчиков его собака считает охранной зоны 2 метра возле него. Ну, понятно, собака охранник волнуется за своего, собственно говоря, хозяина и поэтому пытается его охранять. То есть 2 метра вокруг хозяина это охранная зона для этой собаки. То есть, если там будет кто-то проходить мимо, она будет пытаться броситься и проверить реакцию той собаки. То есть, как, что там за раздражитель, что там можно с ним сделать. Стоит с ним драться или не стоит с ним драться. Я вам сразу хочу сказать, у нас немножко другая специфика и мы агрессивных собак отбраковываем. То есть, у нас, у меня собака наоборот ориентирована на то, что все кругом кореша, это собаки хиппи у нас, собаки спасатели. То есть, поэтому здесь такой ситуации нет. Охранная зона, то есть это может быть только территория, на которой находится собака. Ну, здесь уже просто это рефлекс, здесь никуда от этого не денешься. Все остальное, весь окружающий мир для наших собак является как бы приемлемым, хорошим, любимым, добрым и так далее. То есть, собака, она в каждом человеке ищет партнера по игре, либо человека, который будет ее подкармливать. То есть, ну, вот так вот воспитанные собаки-спасатели. После меня, я еще раз повторю, сейчас пойдет очень много всяких разных сюжетов о том, как мы, собственно говоря, добивались того, чтобы собака умело сосредотачиваться на выполнение команды, то есть, на выдержке наименьшими раздражителями, потом немножко с большими раздражителями, и потом уже все вокруг люди ходят, да, собака выполняет. Я могу вообще уйти куда-нибудь, и собака будет сидеть и выполнять эту команду. Там хоть стая собак мимо нет, лишь бы только они на нее не нападали, вот единственное что. То есть, об этом я тоже рассказывал неоднократно, ни в одном ролике, ну, например, такой ролик, как научить вашу собаку ждать вас возле магазина. То есть, вот поэтому я очень удивился, что некоторые товарищи как бы не поняли. Ну, давайте сейчас приступим к просмотру, как мы изучали выдержку. То есть, сосредоточение на команде, не отвлечение на посторонние какие-то раздражения. Субботник створи. Субботник створи. Ну, что угодно. Молодец, хорошо, хорошо. Лежать! Маркович, обойди вокруг него, пожалуйста. Нет. Ну, просто обойди. Не, ну вокруг него обойди, как раздражитель, мне надо, чтобы не отвлекался он ни на кого. Хорошо, молодец. Гуляй! Позови его еще раз. Хорошо, молодец. Лежать. Боря, обойди вокруг него, через него перешагни. Лег! Лежать! Через него прям, подожди сейчас, секунду. Через него перешагни, ага. Руки несу, я просто погиб и покрупил. За руками. Все, спасибо. Хорошо, молодец. Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, молодец. Гуляй. Пытаемся. Три. Каждому. Только руки не суйте ему. Друг за другом прям. Иди, иди. Да прям друг за другом, не в каждой по отдельности, а прям, чтобы масса была людей. Ай, хорошо, молодец. Ай, умница, ай, браво. Ай, молодец. Гуляй. С вами шляжик. Сидеть. Витя, пройди вокруг собаки. Сидеть. Молодец. Хорошо. Хорошо. Я дам. Сидеть. Редактор субтитров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, молодец. Ай, драва, ай, умница моя. Гуляй. Стоять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, молодец. Гуляй. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, молодец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, молодец. Гуляй. Держи. Держи. Мы встаем, мы пошли. Держи. Лежать. Лег. Держи. Умри. Умри. Держи. 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 Держи.